Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалтыри, псалмопевца Давида, в имени Господи царя Давида и всю кротость его. И сегодня мы будем читать 116-й псалом, который является самым маленьким псалмом во всей псалтыри. Он насчитывает всего два стиха. Этот псалом аллилуарный, он имеет надписание «Аллилуя», то есть хвалитный псалом. Такое надписание в Септуагенте, в славянском и в еврейском тексте. Прочитаем этот псалом. «Хвалите Господа все народы, похвалите Его все люди, ибо непоколебима милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовек». Теперь мы посмотрим, как это звучит по-славянски. «Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердите милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек». Как это будет звучать с еврейского? «Восхвалите Господа все племена, славьте Его все нации, ибо сильна Его милость над нами и верность Господня вовек. «Восхвалите Господа». Итак, здесь очень небольшое количество слов, но каждый из этих слов имеет для нас значение. Что значит «хвалите Господа»? Это не просто означает восхвалять Бога, петь псалмы, читать молитвы, это означает и жить в соответствии того восхваления, которое мы воздаем Богу. Потому что если мы будем восхвалять Господа устами, но не исполнять Его закон, то мы рискуем оказаться в положении тех людей, о которых Христос учит. Многие в тот день мне скажут «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы творили многие чудеса, пророчествовали и так далее?» Но Господь скажет им «Отойдите прочь от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Здесь получается, что хотя они восхваляли Господа своими устами, их жизнь не соответствовала словам того восхваления, которое они должны были совершать не только словами, но и поведением своим. И Господь этого требует и от нас. Поэтому любой грех в этом смысле есть оскорбление имени Всевышнего. Ведь если нам позволено произносить Его святые имена, восхвалять их, то как мы это можем делать в нечистом состоянии? Хвалите Господа все народы. То есть этот путь определен не только для одного еврейского народа, а для всех народов. «Похвалите Его все люди». А почему-то уточнение «все народы», а потом «все люди». Дело в том, что в иудаизме иногда вот это слово «народы» понимается как колено, разные колено еврейского народа, дом Левия, дом Вениамина и так далее. И чтобы рассеять это их ложное представление, вот это добавление, ремис, намек, «все люди», «все народы», «все люди». То есть здесь уже сомнений не остается, что всякое дыхание, да, хвалит Господа, что возможность прославлять Его, она принадлежит не одному народу в Его двенадцати коленах, а всем народам, всем племенам и всем языкам. А как такое может быть возможно? И второй стих отвечает на это. «Ибо непоколебима милость Его к нам», то есть Он не меняет своего отношения к нам, Он милостив по отношению к нам, не меняет отношения, непоколебима милость, мы прочитали, «Истина Господня пребывает вовек», то есть Его правда пребывает вовек, то есть Он судит народы и племена по правде своей. И если евреи поступают неправильно, Он их наказывает в первую очередь, если они поступают правильно, Он их благословляет в первую очередь. Так объясняет апостол Павел в послании к римлянам, честь и слава, во-первых, Иудею, во-вторых, Елену, наказание, во-первых, Иудею, во-вторых, Елену. Причем в каждом случае, даже в случае наказания, они оказываются первые. Потому что тут действует принцип, кому сколько дано, с того столько и спросится. И это понятно, когда речь идет о наказании, а как это применимо, когда речь идет о поощрении. Например, хорошее дело сотворил верующий, и хорошее дело сотворил неверующий. В чем разница? Мотивации разные. Вот Честертон, он в свое время написал работу, она называется «Еретики». Ну, там он полемизирует с писателями своего времени, и он пишет, что у людей бывают разные мотивации. Например, молодой человек удерживается от греха блуда, если это верующий молодой человек, юноша, христианин, потому что он любит Деву Марию, и в ее девстве видит вдохновение для своего девства, чтобы не запятать его блудом. А неверующий молодой человек воздерживается от блуда, он боится сифилиса. Совершенно разные мотивации. Или в этой же работе он пишет, что он читал книгу, которая называется «О пиве и Библии». И в этой книге он прочитал, что от пива многие англичане зарабатывают цирроз печени, и когда делают вскрытие этих умерших, то сфотографируют иногда эту печень. И что же может остановить человека от такого увлечения пивом? Библия ли, которую надо читать и учиться трезвости? Или может сделать фотографию печени в состоянии цирроза печени, фотографии мертвой печени и повесить где-нибудь над алтарем. И реальность такова, что страх перед болезнью, страх перед циррозом, сифилисом, спидом не остановит грешника. Я недавно беседовал с одним молодым человеком, у него очень пагубная страсть, он достаточно далек от церковной жизни. Я спросил, а как же ты не боишься заразиться тем же спидом? Он говорит, ну, если вот все время бояться, думать об этом, то тогда точно заболеешь. Лучше вообще не обращать внимания на все эти разговоры, на все эти проблемы. Таким образом, положение верующего, оно всегда исключительное положение, чем, нежели положение неверующего. Ибо верующий восхваляет Бога не только своей жизнью, воздерживаясь от чего-то, но он это делает во имя Божие, а не из страха перед там циррозом печени или боязни заразиться какой-нибудь дурной болезнью. И со стороны Бога по отношению к верующим именно непоколебимая милость его к ним и истина Господня пребывает вовек, то есть суды Божии, они распространяются на всех, но в этом случае уже и на верующих, и на неверующих. Но у верующих великие преимущества в том, что они могут пользоваться этими непоколебимыми милостями Господнями, приступая к спасительным таинствам, чего не имеют люди неверующие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok